Так, а кто использует Gradle именно на работе, как бы на основной своей? Так, ну есть те, кто не использует. А те, кто не использует, им это, ну, то есть вы используете в своей повседневной жизни или как? Отлично, отлично. Ну, кофе собрался, можно на работу, я понял. Итак, для тех, кто использует Gradle на своей, видимо, повседневной жизни, там кофе заваривает, еще что-то. Я не уверен, что вам будет сильно полезно, но тем не менее, что-то интересненькое я в любом случае расскажу. А те, кто использует его все-таки на работе, вот к вам вопрос. Так, у меня работает кликер, кликер работает. К вам вопрос. Вы как к нему пришли? У кого он уже был на проекте? К тому, вы пришли. Ага. То есть все остальные. Ну, то есть, а кто именно сам привносил Gradle на свои проекты? Отлично. Уносил ли кто-нибудь, да? Вперед ногами, да, надеюсь? Ну, ладно. Соответственно, меня, наверное, уже сегодня представляли, поэтому опять сэкономим время. Начнем с того, чего сегодня не будет. Несмотря на то, что будут какие-то части про continuous delivery, ну, опять же, мы сейчас еще поговорим. Может, никому это не интересно, потому что, я не знаю, администрированием и какой-то инженерии, такой больше связанный с процессом девопсом никто не занимается, мы там некоторые части пропустим. Релиз чаще будет, счастье, ну, это как бы само собой. Это вам на agile coaching расскажут, каждый commit-релиз. Это тоже вам где-нибудь про высокие теории расскажут. Мы же в первую очередь про жизнь, да. Мы про жизненный цикл скриптов сборки не в плане самого Gradle, как технологии, а в плане как бы процессов компании, да, как тулат для компании. Соответственно, основные проблемы, которые в этом возникают, да, то есть когда вы привносите Gradle в свою компанию, какие боли возникают у других людей и, ну, даже во большей части про способы их решения. Ну, и, соответственно, инструменты для того, чтобы эти способы были реализуемы. Обсудим немножко декларативные и императивные подходы. Ну, и, в общем-то, главный вопрос на сегодня это можно ли превратиться из зерга в протаса. Кто вообще знает, кто знает, что такое Старкрафт, зерги, протасы? Отлично. Вот мужик желтенький — это такой высокотехнологичный умный чувак. Это те чуваки, которые обычно строят библиотеки, развивают науку, и потом как бы через сколько-то лет у них все хорошо. А вот монстры слева — это те, кто, я не знаю, те, кто строгает дубину и идут в атаку. Долго не думаю. Где мы, да? Ну, в первую очередь... Блин, ешь, так что-то еще не как странно все работает. Соответственно, мы где-то здесь будем, да, про сборку проекта, немножко про CI, ну, и, наверное, про паблишинг тоже немножко что-то расскажем. Но, опять же, все, по большей части, про жизненный цикл с точки зрения того, как это приживается в компании. Мотивация. Ну, у всех мотивация как бы одна. Как можно меньше стрелять себе в ногу. Вот кто стрелял себе в ногу с грейдлом? Это не было причины. Это я понял. Вынесли же вперед ногами. Сколько людей из-за этого не дали. Да тут все прям используют в продакшене, говорят. А кто не использует в продакшене, утром кофе билдят. Все нормально. В продакшене? Вообще в продакшене? Все говорят, на работе в продакшене. Ну, ладно, короче. Что-то как-то плохо сегодня переключается. Ну, ладно. Вот. Конечно, мы все любим это делать. Чем быстрее и чаще, тем лучше. В общем-то, основная мотивация не выстрелить себе в ногу при хуяк-хуяк и в продакшен. Поэтому поехали, соответственно. Плохой кот. Вот когда разработчик пишет плохой кот, что ему за это бывает? Его зарплату за это не платят. Да, правильно. Ему платят за это зарплату. Это действительно так. Да, это тоже бывает, соответственно. Но если он написал реально совсем уж плохой кот, и это вскрылось, я не знаю, там, вместо 27 рублей, 27 долларов, ему там на счет зачислили 27 миллионов долларов. Но он, конечно, рад. Все как бы тоже рады. Ну, как бы дальше вопрос об наличке. Но это плохой кот. Вот за это этого разработчика найдут любыми силами, придут и, в общем-то, лопатой по голове. Соответственно. Но это только в тот момент, когда этот баг, собственно, стриггерил, и к нему пришли, ударили головой. А когда у вас плохой билдскрипт? То есть, Gradle, в общем-то, вам дает возможность писать код еще и в билдскриптах. А разработчики пишут плохой код, и тут они начинают писать плохой код еще и в билдскриптах. Как бы вот тут уже сложнее, да? Потому что всем же впадло разбираться в вашем коде еще и в билдскриптах. Ну, как бы это же билдскрипты, но работают, и ладно, как бы. В нем с изменениями... Вот, да. Это как бы, то есть, нужно одного человека, который написал один плохой билдскрипт, нанимать еще одного QA, который будет за ним следить. Ну, в общем, это, наверное, тоже какая-то отдельная крайность. Этому человеку, как правило, вообще ничего не бывает. Разве что ему бывает стыдно в тот момент, когда кто-то приходит на его проект или копирует его скрипт, и потом приходит и говорит, «Слушай, я ничего не разобрался, короче, сделай мне вот так». И этому человеку ничего не остается, кроме как сделать то, что он его попросил. То есть, если там все настолько плохо, что он даже зависимость не может добавить, то, в общем-то, каждый человек, который будет приходить к этому человеку, просить его что-то добавить, его несчастный скрипт, потому что он слишком сложный и непонятный, ну, в общем, будет тянуть на дно весь проект. Должна быть какая-то стратегия успеха, да, чтобы было больше хорошего кода в ваших билдскриптах, если уж он там и есть, или, например, избавиться от этого кода в билдскриптах вообще тоже хорошая стратегия. Тут сейчас речь будет про две ситуации. Про ситуацию, когда вот мы из зергии, нам нужно уяк-уяк и в продакшн, и вторая ситуация — это когда мы хотим играть в долгую, когда мы хотим строить библиотеки и развивать науку. Ну, хотя, с другой стороны, пока мы можем развивать библиотеки, другие уже придут и все завоюют. Поэтому, как и в любой стратегии, нам сначала нужно добыть ресурсов, подготовить базу, создать армию, не знаю, укрепиться, и потом, соответственно, захватить весь мир. Мы про всех, мы про всех в целом, да. Вот мы сегодня будем где-то какую-то золотую середину убирать. Поэтому, предположим, мы какие-то вот такие ребята пошли захватывать мир. Как мы это будем делать? Сейчас тоже поговорим, соответственно. Вот кто… Я уже выяснил, что, в принципе, большинство людей тут, по крайней мере, пишут грейдл, внедряют его в свою компанию. Это хорошо. Представить скрипты на грейдле с нуля, все, наверное, понимают, что есть некоторая там вариативность, которую вам самим нужно решить, по какому паттерну вы это будете писать. То есть каждый пишет код по-своему, по-своему. А тут каждый пишет билдскрипт по-своему. Вот в мейвине все одинаково, а в грейдле все по-разному, да. Поэтому все по-разному плохо. Хорошо, конечно, у кого-то хорошо, может быть, но хорошо, когда хорошо. Поэтому править существующие скрипты за кем-то тоже бывает сложно, потому что скрипты обычно люди пишут по принципу, по остаточному принципу. Мы в первую очередь пилим какие-нибудь фичи бизнесовые, еще что-то. А скрипты это, ну, как бы там что-то на коленке собрал и заработало. И, в принципе, это неплохо, потому что, как бы, в первую очередь задача у людей другая. А вот наши красивые билдскрипты, в которых хороший код, это уже как бы перфекционизм разработчика, да. Ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. С тому собой, что в долгосрочной, наверное, там есть еще и другие моменты. Итак, перейдем к делу. Соответственно, готовимся собирать наш build-gradle. В нем, в основном, есть два основных артефакта. Все, наверное, знают, я не буду заставить внимание, раз уж все работали. Build-gradle, settings-gradle, gradle, wrapper и прочее-прочее. Gradle обычно минимальный проект, можно создать там за два шага. Запустив команду gradle-wrapper, которая генерирует вам скрипты для запуска какой-то конкретной версии gradle-wrappera. И после этого, соответственно, запусти... Что ж такое-то? Запустись в команду gradle-wrappera, которая сгенерирует вам уже два файлика build-gradle и settings-gradle. Там вы можете скомментировать, что вам надо. Получаем примерно такие файлы. Опять же, наверное, уже все знают. Точно все знают? Не разговариваем? Не все знают. Ладно. Хорошо, в build-gradle, соответственно, у вас какая-то логика вашей сборки, какие-то плагины, код императивный, может быть, код, который вы нашли в гугле. Не суть важна. В settings-gradle какие-то такие более базовые настройки вашего проекта, сапроджекты, неймы. Ну, там можно, конечно, еще многое понапихать. Но базовое это. Итак, будем добывать ресурсы. Соответственно, когда у нас это все загенерировалось, мы можем собрать наш проект и получить какой-то артефакт. Вот он примерно так будет называться. И здесь есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что... Да, е-мое. Версии нет. Наверное, хорошо, если мы уяку-яку в продакшн, но если мы плюс-минус стабильная компания и хотим как-то релизить один и тот же артефакт, заливать его на продакшн, то нам бы хорошо все-таки иметь версию, чтобы кто-то нашу версию не перезаписал. Поэтому нужно версионировать. Смотрим, версию нет версии. Все легко исправить. Мы можем дописать туда версию, собрать, и вот он уже будет с версией. Персионирование — это как бы важно, все понимают. Есть много разных способов. В том же Gradle можно и версии, можно и параметром передать, и он будет, ваш артефакт будет версионироваться. Можно даже файл положить. То есть у кого версии проектов в файле? Ни у кого. Нет, нет, есть такие. Отлично. Было дело, согрешил. Немножко согрешил. Ну, разгребать свой грех долг будете в аду. Поэтому едем дальше. В принципе, версия файлики, ну, это нормально, это хорошо. В каких-то случаях, наверное, даже хорошо, если в ваших условиях это работает. Некоторым нужно много версий. Например, в Android-приложениях есть версия кода, версия приложения, версия того, сего, пятого, десятого. И версия может быть, в принципе, объектом. То есть можно сделать объект, в котором будут специальные филды, которые будут грузиться из какого-нибудь property файла, где все эти версии будут зафиксированы. Тоже вариант. Но, кстати, если мы храним версию файлей, ну, или даже в билдскрипте, предположим, то у нас возникает проблема, где вообще, как вообще ее актуализировать. То есть если я там, если делал какой-то проект, выпустил какую-то версию, потом пришел Вася доработать за мной, Вася эту версию забыл поднять, закоммитил, запушил, все собралось. И, ну, по каким-то причинам, я не знаю, кто-то недоглядел, или там Вася с его ноутбука, имея права, жмакнул собрать, соответственно, продакшн-артефакт, и оно там ушло, перезаписалось в артефакторе, или в вашем бинарном репозитории. Да, 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 говоришь одно, подразумеваешь другое. У кого что? У Nexus в другом месте будем подразумевать. Хороший. Наверное. Ну, ладно. Соответственно, и получается, что мы перезаписали артефакт, потому что мы просто тупо забыли поднять версию вручную. Это ручная операция, значит, все будут забывать. А если забывает администратор, у которого есть права, он перезапишет артефакт, всем будет плохо. И кто-то должен будет с лопатой кому-то прийти и, в общем, по головке погладить. Тем не менее, даже храня версию в файле, потом нам часто нужно искать. И начинается дублирование информации. Мы начинаем, не знаю, дублировать информацию о версии в тегах гита, например. И тут уже дальше вопрос, почему бы не брать сразу из гита. Да, то есть вариаций довольно много, и в Грэдли, опять же, у нас есть куча вариантов, как это делать. Когда разработают технику Ziergrash, кто не знает? Вот, отлично. Вот кто-то знает, для тех, кто не знает. Старкрафт, я говорил, что есть умные, есть сильные. Сильные поступают так, что сразу делают много того, что есть, и идут на умных, пока умные строят библиотеки. Разоряют все, сравнивают с землей, вот эти варвары, кочевники, вот это все. Это стратегия успеха, потому что выживает сильнейший. Ну, разработчики, они, в общем-то, в данный момент на сильной стороне. Когда у них есть какая-то проблема, как они ее решают? Ну, правильно, они действуют как зерги. Они идут в Google, вбивают Gradle, название проблемы, solution, получают solution, пихают его свой build Gradle. Наверное, можно даже скрипт написать, который будет спрашивать на Stack Overflow, что-то сразу копировать ответы build Gradle, и, возможно, это даже заработает. Ну, с минимальным допилом обычно это у всех работает. Ну, как бы, работает. Что я могу сказать? Да, но все, тем не менее, за это его не любят, и мы же говорим про Enterprise, да, а в Enterprise как бы нужно 30 раз перестраховаться, потому что, не дай бог, кто-нибудь перезапишет ваш артефакт. Даже если ни у кого, в принципе, нет прав, то потом придет какой-нибудь администратор или безопасник и скажет, что, блин, чуваки, ну, в теории же можно перезаписать. Я знаю, у вас есть администратор, у которого есть права, который может этот артефакт перезаписать. Который бухает, зараза. И вот он нажмет кнопочку build, и оно у него уже запаблишится. Вы точно защитились на этот случай? И все, и в этот случай, если вы не защитились, то все говорят, все, Gradle нам не подходит, мы здесь не умеем, да, вот ваши разработчики не сделали. А индусы вообще опасные люди, да. Ну, они вот, как бы, вот зерги, да. Примерно. Да, отлично. Как решаем? Ну, мы уже сказали, что, в принципе, можно всегда брать какую-то метаинформацию из гита. Вот банальный способ. Нашли в угле, да, что есть библиотека grgit, подключили, нажали open текущий репозиторий, взяли commit id. Чем не версия? Ну, не версия тем, что, да, не закоммитил новые версии, то есть коммит не сделал, и будет коммит предыдущий, да, который есть. То есть это нас не защитило от злого администратора с правами рута, который идет и перепаблишивает все, что можно. Ну, изовых индусов, которые перепаблишивают, я не знаю, там чуть ли не гонка будет от перепаблиша. Вот. Перезаписали существующую версию, плохо, необходима защита и от такого. Ну, понятно, что как-то это можно решить. Давайте поговорим вообще, вот как можно решить это в Gradle, как можно построить правильный флоу. А потом посмотрим, как защититься и от этого флоу еще тоже. Все знают, как работают таски, да, вот таски в Gradle. Кто знает, что это такое? Отлично. Кто писал? Ну, не все. Ну, ладно, короче, значит, нужно рассказать. Вот таск-релиз, да, соответственно, таск с дефолтным типом и какой-то операцией do first, в которой мы, ну, как судя из названия, добавляем тег к нашему репозиторию с названием версии, по сути, и каким-то месседжем. Собственно, вот тело, тело этого таска — это вот оно. И у него есть какой-то DSL, который продиктован, собственно, типом таска. В нашем случае вот тип — это копия, да, вот на данном примере. Мы говорим, что скопировать, куда копировать, оно работает без каких-либо там дополнительных изощрений. И есть различные экшены, да, то есть это do first и do last. Их может быть много, не один do first и do last. Соответственно, можно даже их задавать после, они все будут исполняться в порядке добавления, по идее. И есть еще вот такая аннотация для do last, но она уже деприкейтит, я вам об этом не говорил. Соответственно, все, что из себя представляют таски, и все, что нужно знать обычному человеку, который пишет типичные таски для грейдла. Соответственно, у нас есть таск-релиз, который добавляет тег и, предположим, делает релиз. Соответственно, и у нас теперь мы сделаем таск-пререлиз, который защитит нас от того, чтобы не делать неправильную версию. Мы нашли в Гугле, как взять текущий бранч. Мы берем хэд, он нам возвращает наш хэд, и мы вычитаем строчку из строчки. Это же в Груве. В Груве можно вычитать строчки из строчки, из строчки, из строчки, да. Тем более, что Google нам как бы сказал, что вот действует так, значит, тем более можно. Результат будет как бы вот таким. Ну, с пробелом, конечно, поэтому ничего не заработает. Можно еще реплей сделать, но это не важно. Мы не будем делать, предположим, что у нас тут все хорошо. Итак, дальше мы опять гуглим, смотрим, как искать коммит. Вот коммит, так сказать, так из текущей ветки мы его берем. Мы, соответственно, все это дело, еще и теги берем, достаем последний тег. Вставим нашу версию в этом таске и… Как все идет в этот пинкрейл, да? Конечно, конечно. Это вот каждая строчка, это ваш, так бы, грех-долг. Соответственно, и потом мы говорим, что наш таск-релиз зависит от нашего таска-пререлиз, в котором мы все это настроили, и все стало как бы кошерно. У нас получилась какая-то такая версия. Ну, проблема налицо, что, блин, мы вот столько времени потратили, гуглили, 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 и все равно у нас проблема незакомиченных изменений и перезаписи версии. Ну, какая разница, какая она будет, с тегом, с веткой, неважно. Соответственно, мы, конечно, можем сделать элиз, но у нас все равно будет название у него такое же, как у он коммит изменений. Ну, и различные зависимости тоже не будут запаблишены, потому что иногда важен тот environment, в котором вы это собирали. То есть, например, вот как бы можно собрать такой манифест, а можно взять и допушить в него environment переменные. В таком случае мы хотя бы сможем найти того человека, который это собрал. Если это злой бухой администратор, соответственно, нажал кнопку там Gradle Release, и у него собрался артефакт, который запаблишился и перезаписал что-то, то в environment переменных в манифесте мы видим, что там есть переменная user, и там прописан там Василий, и мы идем с лопатой к Василию, и все хорошо. И вот в этом манифесте вот где-то тут отображается build by, build by talk. Вот это моя учетка, я билдил у себя, но ко мне, слава богу, с лопатой никто не шел. Соответственно, примерно так можно записать ресурсы. Мы сейчас не будем писать on-commit изменения, но тем не менее, вот каждая информация об окружении у нас заняла сколько-то строчек в нашем базовом примитивном виде. А если Google вам предоставляет вариант решения вашей проблемы в 10 строчек или в 100 строчек, но вам все равно вы копируете, если оно работает. А потом добавляем автор, еще у строчек. Добавляем publish, еще у строчек. И, в общем, все это в вашем build gradle. То есть грех-долг растет, а проблему-то мы вообще важную решали. Кажется, что важную, он publish наших изменений. А build gradle из-за того, что мы действовали как зерги, разросся из трех строчек до 2000. При этом мы не сделали ничего. Изменили версию по какому-то паттерну, защитились от каких-то, наверное, вариаций, но не от всех. Соответственно, за 30 минут мы, в общем-то, увеличили комплексити своего build gradle очень сильно. И за это gradle тоже не любят, да, потому что зергов много, каждый пойдет, панкоммитит, а разбираться никому не охота. Проблема номер один, да, соответственно. Нафига это обычному, типичному разработчику, который пишет, соответственно, какие-то сборочные скрипты. Вот это главный, вообще главный жизненный вопрос, но тем не менее. Проблема номер два, потому что эта проблема здесь не единственная. Как это все вообще повторить? То есть даже если какой-то типичный разработчик это сделал для своего типичного проекта, то потом приходят другие типичные разработчики, которым это не охота делать. И они настолько ленивые, что им даже в Google лень лезть. То есть они идут к этому чуваку и говорят, что вот у тебя тут golden project есть, мы его скопируем сейчас, и весь твой код будет работать у нас. И вот, соответственно, если он работает не так, как у него, что в принципе может быть, что даже я бы сказал, вероятно будет работать не так, потому что это все скрипты, которые понатырены из интернета, откуда-то там из документации, все это разные куски, часто не связанные с собой. Мы думали как зерги, мы решили свою проблему, в этом нет ничего плохого. Но, соответственно, плохо здесь то, что мы не можем теперь повторить эти действия. То есть повторяемость у них весьма низкая, а количество ошибок, которые может вас снигнуть, довольно большое. Поэтому думать как зерк не всегда хорошо. Если мы все-таки думаем о своей команде, о своих коллегах, которые потом будут на все это смотреть, ревьюить, править, то думать как зерк не самый лучший вариант. Тем не менее, Gradle нам позволяет продолжать думать как зерк и запаблишить, например, эти артефакты, эти скрипты, Gradle скрипты куда-то. Потом в других скриптах сделать apply from, ну и так вот до бесконечности. Мы даже можем в руле их в принципе версионировать. Написал Gradle скрипт, кинул на Nginx, соответственно, люди себя вот apply from написали, работает. Или нет, в зависимости от ситуации, в зависимости от качества стэк-оверфлоу ответа. Соответственно, что же делать? Проблема здесь, опять же, остается. Конечно, скрипт какого-то человека становится проще, другой человек о нем подумал, выложил эти скрипты общие. Но, тем не менее, их уже нельзя практически кастомизировать. Их сложнее кастомизировать. Это очень неявно. И это статическая привязка к одному URL. То есть мы же пользуемся всем AVEN, Gradle, чем бы мы ни пользовались, мы указываем репозиторий и координаты наших зависимостей отдельно. Меняем репозиторий, все работает, все прекрасно. Тут так не получится, нужно будет менять эти ссылки или придумывать систему их шаблонизации. Чтобы, соответственно, этого не было, нужно придумать что-то новое. И у Gradle на это тоже есть ответ. И ответ, он находится в несколько другой области. Не той, которую мы использовали, как я знаю, в роли зергов. То есть теперь роль зерги использовали императивный подход. Копируем код, вставляем, работает. Не работает, правим в меру своего понимания. В зависимости от статуса проекта и сложности разные подходы имеют место быть, само собой. И, соответственно, декларативность нам тут предлагает некоторый более безопасный инструмент, который позволяет, соответственно, легко поддерживать даже в рамках одной команды, разных команд, и, собственно, это все копировать. Как это мы… Об этом мы еще поговорим, пока не плагин, пока появился your plugin или my plugin. Соответственно, my plugin может делать все то же самое, что делают эти скрипты, только это написано кодом, компилируется, выкладывается, подключаем мы его координатами и делаем apply в одной строчке. Все, казалось бы, хорошо, это нас спасает, но обычно это приводит ровно к тому же, просто вместо того, чтобы применить 10 скриптов, мы применяем 10 плагинов. И у нас там такая стопочка плагинов. Это лучше, но потом мы к этим плагинам начинаем писать конфигурацию. Да, мы начинаем каждому писать какую-то конфигурацию, они начинают в разный момент времени применяться, соответственно, там не очень все с этим хорошо, и не дай бог вообще у этих плагинов начинают конфликтовать зависимости, которые они за собой тянут, потому что класс пасс один, все уже не так радужно. И более того, все зависит от толщины вот этих конфигураций DSL, которые каждый плагин предполагает. И проблема ровно та же. У нас как бы теперь просто не x-строчек кода, а x-строчек конфигурации DSL, и там y-строчек конфигурации DSL и там других плагинов и так далее. Формула у каждого своя, да. Соответственно, и все это опять же в нашем build-grad.ly. Мы опять его хрен перенесем, а с DSL это еще сложнее, потому что часто его просто так не выложишь даже по HTTP, потому что flow плагина таков, что часто нужно соблюдать flow-унициализации самого проекта. То есть он может быть уже завоевируем в тот момент, когда заиплается ваш скрипт, все упадет, потому что там как бы вообще не на том этапе применилось. Соответственно, и тут решение тоже есть. Это еще не был один Enterprise плагин, но тем не менее уже лучше. Да, это наш плагин, который применяет другие плагины. Как бы странно это ни звучало. Соответственно, мы пишем плагин, уже как бы уже четко пишем, понимая, что нам нужно, потому что только что мы всех применяли, все их настраивали, уже собрали все шишки. Теперь мы берем один за другим, применяем, и как бы мы знаем, что делаем. Мы знаем, что другим командам это тоже нужно. Соответственно, и настраиваем их так, как нам нужно. Соответственно, потом другая команда идет и применяет этот один плагин. И у них все как бы работает. Они просто могут поменять версию, если там по фикшен какой-нибудь баг. Окей. И тут уже даже есть как бы такие явные хорошие примеры. То есть, например, вот Project Nebula. Project Nebula — это проект компании Netflix, которая в один прекрасный момент поняла, что у них много команд с довольно хорошей инженерной культурой, и там как бы каждый сам себе дирижер. Когда у вас каждый сам себе дирижер, начинается некоторая проблема. Ну, не какафония. То есть, много людей, которые делают классные вещи, и эти люди не всегда приемляют какие-то изменения других. По этому, что у них какое-то свое видение, может быть. И это не значит, что оно неправильное. Они просто разные. И таким образом, то есть, эти команды уже просто так не возьмут какое-то решение, которое не будет предоставлять им дополнительную ценность. Оно должно быть достаточно хорошим, чтобы они его приняли. Ну, и, в общем-то, они сделали отдельные команды, которые пишут эти инфраструктурные все плагины. Ну, или там не отдельные. В общем, есть люди, которые прямо этим занимаются. Радостно отвечают, соответственно, в различные гиттеры и так далее. Ну, принимают pull-реквесты и так далее. Но не в этом суть. Суть в том, что они свели работу своих разнородных команд к тому, что у них есть какие-то общие инструменты, которыми они пользуются, развивают вместе. Вот, например, не было релиз-плагин. Делает очень много того, что мы делали в самом начале. Мы доставали какую-то метаинформацию из ГИТА. Мы пытались, соответственно, прочекать статус нашего проекта. Она делает ровно то же самое и даже больше. У нас появляется три, даже четыре таска, с помощью которых мы можем что-то сделать с нашим проектом. То есть, теперь, когда мы запускаем банально Gradle Build, у нас вот версия будет там 0.18-дев 0.uncomitied, что-то еще. И ключевое слово тут uncomitied. Теперь, как бы, если какой-то злодей, если наш бухой администратор снова пытался что-то собрать, и оно запаблишилось, и у него есть права, оно, конечно, запаблишится, но там будет написано uncomitied. Он ничего не перезатрет, потому что тут уже ID-шники уникальные. Мы видим откуда, когда, зачем он все это дело перемапил, пересобрал и запаблишил. Единственное, что, конечно, мы не видим, насколько он там был, не вменяем, но это мы у него потом спросим. Потому что в мета-информации этого артефакта, опять же, уже должна быть информация о том, кто это собрал. То есть, мы должны концы с концами на самом деле свести, найти негодяя и покарать его. Хотя, конечно, уже кому как. Более того, даже если он был вменяем, даже если он релизил артефакт, как бы, согласно правилам, этот плагин скажет, чувак, там может быть несколько различных ситуаций, но одна из них заключается в том, что все изменения, которые ты закомметил, они должны еще уйти в ремоут. То есть, если ты их не запушил, плагин тебе скажет, чувак, ты делаешь релиз. Не запушив в твой, соответственно, оригин, который, например, ушел вперед или там, наоборот, отстает, ты не можешь сделать релиз, потому что люди же не получили адекватных всех изменений. Так релизы не делают. Давай-ка ты сначала актуализируй информацию в своем репозитории, актуализируй своих хэд с тем, которые есть на сервере, и только после этого я дам тебе собрать релиз. Мы собираем релиз, и у нас появляются, соответственно, автоматические теги. Вот, например, мы сделали Gradle Final, и у нас там версия с 0.16 увеличилась до 0.17. Тоже все делается автоматически. Более того, соответственно, кроме Gradle Final есть еще и различное количество операций, которые позволяют вам, не знаю, разные, как называется, цифирки в версии, то есть патч-версию, например, повысить и так далее. То есть всем процессом можно управлять. И еще много приятных вещей, типа проверки вот этих на коммиты, проверки на push в origin, добавление тегов, ну и различные резолвы версий согласно той стратегии сборки, которую вы выбрали. снапшот, релиз, файл, кандидейт и так далее. Окей, с этим понятно. Опять же, сила в композиции, второй приятный плагин, от не было, это паблиш плагин, то есть это две вещи, которые обычно настраивают все. Как, ну, кто играет плюс-минус не как на всем зерге, но в этом тоже ничего не плохого. Это как настроить версию, как, соответственно, настроить работу с гитом своего проекта, синхронизировать две эти сущности, какую-то мета информацию уже в конечном артефакте, и как его запаблишить. Это две самые главные вещи с точки зрения тулинга для вашей системы сборки. То есть мы применяем MavinPublish плагин, он нас избавляет от boilerplate, вот примерно такого. Мы должны применить MavinPublish плагин или там Eevee Publish плагин. После этого вы должны сделать в нем какую-то конфигурацию, в нашем случае называется не было, потому что плагин по дефолту такую делает. И если у вас, например, применен Java плагин, то он автоматически запишет туда ваши JAR артефакты. Java артефакты. Если у вас применен VAR плагин, то он, соответственно, запишет туда ваши VAR артефакты, и вам для этого ничего не нужно делать. Это все делается автоматически, одной строчкой, и play plugin, вот не было MavinPublish. Вот к такому как бы нужно стремиться. Более того, у компании есть еще один там плагин, который называется не было project project плагин, который, в общем-то, актуален по большей части только для их опенсорсных проектов, но он точно так же накидывает применение релиз плагина, паблиш плагина и других-других плагинов в еще один плагин. Project project плагин сам за себя говорит. А, и вот еще важная часть, что делает паблиш плагин, это он в конечный пом записывает различные dependencies, которые только со scope compile, что тоже довольно приятно. Опять же, вам ничего для этого не нужно делать. То есть он, в общем-то, актуализировал всю информацию, которая есть. для вас бесплатно. Вы только применили один плагин, вам не нужно было думать головой, вы применяли декларативный подход. Применили плагин, который либо есть, либо нет. Если нет, у вас снова все упало, и вы должны будете применить правильный плагин. Это куда более безопасно, чем писать, копировать код из Google или Stack Overflow в свой Build Gradle, например. Так, про то, как это используется. Говорим, как на Travis собирать. Всем, кому-нибудь интересно, как это применяется? Ну, ладно, кому-то интересно. Поехали. Соответственно, если мы собираем наш какой-нибудь проект, который лежит на GitHub, Travis он триггерит, и в него приходят определенные переменные. Ну, в нашем случае вот есть переменная Travis Pull Request, это обычный баш-скрипт. Travis Pull Request либо равен фолс, либо равен названию Pull Request. Соответственно, если мы понимаем, что это Pull Request, нам нужно запустить команду BuildAV, в которой прогонятся наши тесты, прогонятся код кэверейдж и так далее, чтобы в Pull Request на GitHub, например, нам отобразилась информация о том, что вот этот Pull Request не ломает тестов, не понижает код кэверейдж, ну и вообще, как бы парень хороший, можно его Pull Request принять. Почему бы нет, собственно, да? Если же это все-таки не Pull Request, если это не Pull Request и не тег, это значит, что человек, который это собирал, запушил в мастер, это значит, что это контрибьютор, и он там хочет, например, собрать снипшотную версию или запушил в dev и хочет собрать снипшотную версию, не суть важна. В этом случае запускается другой таск, да? Уже таск нашей от не было релиз плагина. Это таск снэпшот, который, в общем-то, собирает снипшотную версию и деплоит в снэпшотный репозиторий. Я там не показывал, но на самом деле, если у нас применен еще и плагин Artifactory, из конфигурированной Artifactory, то снэпшот автоматически инициирует деплой и в Artifactory тоже по тому таску, который настроили вы, то есть с теми креденшилами, репозиториями и так далее, и так далее, и так далее. Фу, и дальше. Остаются только релизы candidate. Если мы понимаем, что это все-таки какой-то какой-то pull request, ой, как по себе, если метка, если это не pull request, есть тег, значит, мы хотим собрать релизную версию. Мы запускаем таск final или таск candidate в зависимости от названия тега. Если есть RC, значит, запускаем кандидат, он собирает нам кандидат, релиз кандидат. Если нету RC, то значит, у нас точная релизная версия, собираем и давайте уже довольствуемся результатами работы нашего плагина. То есть интеграция с CI выглядит примерно вот так вот, да, вот таким простым bash скриптом. Конечно, для каждого CI она будет какой-то своей, но по большому счету плагин вам предоставил все необходимые функции для того, чтобы сделать все эти махинации. То есть основные типы сборок, инкремент версий, и более того, ну, тут как бы специальный релиз Travis CI у теги установлено, точнее теги, а property, которые говорят, на самом деле, не был релиз плагином, например, что вот в этом случае пушить тег, например, не надо, потому что мы сейчас собираем по тегу, да, это наш флоу в Travis CI, и вот допушивать его обратно в GitHub не нужно, он там уже есть, все хорошо, все спокойно. Ну, еще определенные проверки она не делает, но это актуально только для Travis. Итак, в принципе, императивный подход — это классика Gradle, он всегда хорош, когда вы действуете как зерк, вам нужно разобраться с проблемой. Идем, гуглим, понимаем, что не так, но в то же время это опасное ружье, которым можно выстрелить себе в принципе в ногу различными способами. Не выстрелите вы, к вам придет кто-нибудь другой, кому это выстрелило, и, надеюсь, он придет там без лопаты. Соответственно, контролировать это сложно, но можно. Запретить писать код в BuildGradle скриптах сейчас нельзя. Запретить писать таски в BuildGradle скриптах нельзя. То есть нельзя из Gradle сделать maven, потому что когда вы пишете таски и когда плагин пишет таски и какой-то код, который исполняется во время сборки, различить их нельзя. То есть если я написал таск в своем BuildGradle и мой плагин добавил таск в BuildGradle, я не могу понять, что вот этот таск написал я, а этот таск добавил мне плагин. Поэтому запретить это нельзя. То есть нельзя зафейлить Build в таком случае. Но, тем не менее, у нас остаются возможности контроля на уровне проверки синтаксис условно BuildGradle. То есть кто пользуется CheckStyle для своих приложений? Отлично. PMD. Ну да, все знают различные тулы для анализа кода, статического анализа, FindBugs, еще что-то и так далее. Все эти тулы помогают нам защитить наши ноги. Соответственно, здоровые ноги и здоровый сон. Поэтому у Gradle тоже появилась такая штука. Опять же, это часть проекта не было. И это называется не было линк-плагин. Не было линк-плагин, довольно интересная штука. Я, к сожалению, не очень сумел разузнать информацию, как именно они ее внутри используют. Но то, что в open source я использовал, мне, в принципе, нравится концепция. И даже, более того, это вполне себе дорабатываемо, потому что сделали хороший задел. Если мы пользуемся Gradle линк-плагином, и у нас есть… А вообще, кто писал… Я сейчас согрешу, но тем не менее, кто знает про линк-плагин для JavaScript? Это примерно то же самое, только для build скриптов. Или для тех, кому ближе, это там CheckStyle или PMD для build скриптов. Соответственно, вот у нас такой пример. Видим, что он какой-то разнородный, у нас есть две зависимости. Можно подумать, что тут проблема в стайле, что у нас тут группа ID не такой, name. В одном артефакте у нас указана строчка, а в другом группа ID как-то указана по-другому, name тоже отдельно, ну и вешен какой-то плюсик. Что за фигня? Но запустив линк-плагин, мы его применяем, говорим, что фигач все правила, пока их не так много, по крайней мере в паблике не так много, не знаю, сколько у них там в закромах. Соответственно, мы его запускаем и видим такую ошибку. И ошибка вовсе не в том, что у нас неправильный стайл. Ошибка в том, что он нам говорит, что у тебя unused dependency. Он говорит, что первая зависимость, она не используется. Ну, не смотрите на две проблемы, я просто только одну скопировал. Соответственно, unused dependency — это плохо, но тем не менее, тут нужно обратить внимание на то, что в реальности нам сразу же предлагается решение. Мы можем запустить fixgradleint task, нет, просто fixgradleint task, который пофиксит за нас это автоматически. То есть, в данном случае он просто удалит эту зависимость, потому что она unused, потому что он в скомпилированных исходниках не нашел ни одного упоминания класса, который находится в этой зависимости. И он сказал, ну, ты ее не используешь, брат, так что, может, мы ее выкинем. Да, 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 да. Вот примерно такая же штука. Но еще и фиксят сама. Вот, соответственно, что я? Не точно фиксят? Фиксят точно. Удаляет на корню. Да, запускаем. Он говорит, я все твои проблемы пофиксил. Ну, у меня там еще одна проблема была, поэтому он пофиксил две проблемы. Что-то я только заметил. Ну, мы тут сделали приятно себе. То есть, мы защитили свою ногу или ноги. Теперь нам бы хорошо сделать приятно всем. То есть, мы такие, блин, это же круто. Особенно, если вы бухой администратор, вы сразу хотите хорошо сделать всем. И вы идете и добавляете на CI, например, кнопку сделать все хорошо. У вас есть кнопка сделать все хорошо. Вы на нее жмете. Идет какая-то имитация бурной деятельности. После того, как бурная деятельность закончена, вам говорится, что произошло. И даже workaround в случае того, если это все-таки не произошло. Ну, и это хороший тул, потому что он вам дает варианты и даже инструкции к тому, как действовать дальше. И Gradle тоже дает эти инструкции. И способы, собственно, все это контролировать. Есть пайли, который называется initgradle. Его можно либо кинуть в домашнюю директорию пользователя, в директорию .gradle, ну, и называется он, соответственно, initgradle. Либо указать опции запуска Gradle. По-моему, init script называется, я, если честно, уже забыл. В общем, опции есть. Даже можно, по-моему, много их указывать. Этот файл исполняется всегда, когда вы запускаете свой проект. То есть, если я напишу от имени пользователя, у которого есть в домашней директории .gradle в этот файлик, он тоже исполнится перед запуском с проекта. Ну, точнее, даже, правильно сказать, с ним, потому что вы там можете некоторые хаки делать над проектом, типа автора влияет фас и так далее. Ну, это отдельная история, это уже именно про Gradle. Мы же сейчас говорим о том, как это может жить в условиях большой компании. Там можно сконфигурировать, например, какие-то правила и поведения, которые будут апплаиться к всем вашим проектам. Даже если разработчик, зараза, не применил линд-плагин. Но вы знаете, что у вас есть правило, что все проекты должны быть линд-плагином. Вы можете для всех проектов применить это правило, и когда проект разработчика будет собираться, соответственно, на CI, он упадет. Он такой, а у меня работает. Соответственно, и у вас будет какой-то отчет сказать, что, блин, чувак, у тебя работает, потому что, соответственно, ты не соблюдал правила. А там применен, а на CI применен, соответственно, плагин, который соблюдает эти правила. Ты же чек-стайл у себя локально запускаешь, запускаешь. Вот и это запустилось, потому что ты не запустил, но мы это форсим. И это более-менее такое лайтовое поведение, потому что вот без этого никто не умрет. Но на самом деле есть более жизненные кейсы. То есть, например, в компаниях, в которых требуются какие-то подписи артефактов. И есть локальные репозитории, ну, там, в банках, во всяких, еще где-то. Вы вынуждены собирать все production-артефакты с помощью отдельного локального репозитория. Ну, это вообще best practice, как бы. Но, тем не менее, у вас есть какой-нибудь вендор, который пихает свои репозитории, потому что может. Или вот туда G-Center, GitHub или еще что-нибудь. Так вот, опять же, в Ingrid можно пройтись по всем репозиториям, добавленным к этому плагину, ну, к этому, как бы, в текущем проекте и удалить их. И добавить свой, конечно же. Да, свой локальный добавляете, и чужие удаляем. Все собирается на локальном репозитории. То есть, как бы, ну, кейс очень распространенный. Кажется, что это лучшее место, где это можно сделать. Не, наверное, единственное. Опять же, сделали приятно всем. Теперь запускаем снова наш чек-стайл и видим другой rule. Ну, то есть, тот второй, который я не показал. Зависит… Он говорит, что, в общем-то, у тебя некрасиво написано. То есть, мы договорились писать одной строчкой, да, вот как первая наша зависимость, а ты написала, в общем-то, как подонок, да, соответственно. Так что, давай, либо я тебя поправлю, либо, соответственно, ты сам правь. Мы запускаем task fixgradle, да, чтобы вот это добро пофиксить. И оно, бах, и фиксится само. Нам остается только закоммитить. Да, но он поставляет latest release вместо плюсика. Заметили? Кто ставит в своих проектах зависимость на latest release? Никто, да? Хорошо. А кто считает, что это плохо? А кто считает, что это хорошо? Остальные не задержались, да? Че? Так я, может, плагин для G-Unit разрабатываю. Че ты пристал? Ладно, version latest release — это не так плохо, и, наверное, в каких-то кейсах это может быть нужно, особенно если вам нужно апдейтить какие-то артефакты все время или уметь быстро проапдейтить целую пачку артефактов. Но в этом случае, опять же, нужно иметь безопасный, какой-то вариант безопасного поведения. И он тоже у нас есть. Опять же, наверное, те, кто работал с NPM, с JavaScript, да, там, с NPM, еще чем-то там есть, или с Ruby, там есть лог-файлы, которых можно зафиксить какие-то зависимости на определенной версии. И тут также, да, то есть log-dependency plugin тоже от Небалы и из проекта Небала позволяет вам указать latest release хоть у всех артефактов. Потом, например, собрать проект, довести его до рабочего состояния, запустить тест, и все хорошо. Мы запускаем, соответственно, generate log, он нам делает, соответственно, файлик, в котором описаны все наши версии, да, которые заризовывались на текущий момент времени. То есть, значит, в природе нету версии новее, ну, или в нашем репозиторе нет версии новее. Потом мы запускаем наши тесты, все работает, мы такие, зашибись, работает. Жмем commit log, файлик сохраняется, мы его коммитим, и теперь, вне зависимости от того, чтобы мы собирали, версии будут браться из этого файла. Да, ну, файл выглядит предельно тупо, это JSON, в котором все эти версии прописаны, и прописаны те версии, которые мы запросили. Если же нам нужно, соответственно, как-то обновить эти версии, мы можем его разлочить, снова прогнать тесты уже с новыми версиями. Если ничего не повалилось, мы такие, ну, мы доверяем нашим тестам, почему бы нам не обновить версии, потому что там есть какие-то security fix, еще что-нибудь интересное, ну, и так далее. Мы снова, соответственно, это сохраняем, и бах, мы уже на новых версиях. Но если тесты упали, то как бы мы откатили и потеряли буквально две минуты на то, чтобы проверить, работает ли наше приложение на самых-самых свежих версиях, к примеру. Ну, или не на самых, согласно маске, скажем так. Фу, это, опять же, нужно, наверное, не всем, но есть кейсы, в которых это нужно, особенно для каких-то security, периодических security апдейтов, в которых много различных артефактов. Да, и это инструмент контроля, но, само собой, он не для зергов, он для тех людей, которые поддерживают билд-инфраструктуру, CI или еще что-нибудь такое. Там довольно широкий, у Gradle довольно широкий спектр контроля таких штук. В принципе, в Maven тоже можно реализовывать что-то подобное, но это там, соответственно, сложнее. Вам нужно будет писать плагин. Ну, и когда я смотрел, по крайней мере, не нашел ничего похожего. То же самое есть и для зависимости. Мы можем, собственно, подключать различные бомбы или просто property файлы, чтобы были рекомендованные версии, и мы не указывали версию. Вот мы показывали сегодня на Spring потрошителе, что Spring плагин позволяет вам не указывать версию зависимости. Это ровно то же самое, только без Spring. Соответственно, оно, по-моему, даже тот же самый плагин, на самом деле, юзает или очень похожий. Так что, но при этом оно не заставляет, оно не ограничивает вас. Вы можете прописать другую версию вместо той, которая была указана, и у вас будет именно эта версия, что тоже на самом деле приятно. И опять же, вернемся к тому, что сила в композиции. Мы берем наш Gradle Lint плагин, настраиваем его, чтобы он проверял все какие-то определенные группы правил, которые применяются к нашим Build Gradle скриптам. Не знаю, добавляем Java Dog плагин, потому что он нужен. Добавляем Source Jar плагин, потому что он тоже нужен. Добавляем Dependency Log плагин, потому что хотим обновляться, и лочить Dependency. Ну и конфигурируем что там? Конфигурируем тесты, да, потому что нужно. Потому что у нас по-другому exception, например, не логируется. Фу. И на этот момент мы имеем простой вариант, который можно человеку передать. То есть, если у вас там Вася спрашивает, как мне настроить мой проект, какие плагины должны быть, вы ему не скидываете инструкцию или getting started на 150 страниц, вы ему говорите, Вася, apply plugin, all plugin. И он, соответственно, радостно пишет это в своем проекте, и у него все работает. При этом в своем all plugin он тоже может указать, я не знаю, там, один-один плюсик, чтобы всегда апдейтилась еще и версия этого плагина, потому что в нем тоже может что-нибудь доапдейтиться. И более того, если он воспользуется лог-плагином, то эти версии у него потом, версии самого проекта у него не заапдейтится, он подстраховался. То есть вариаций довольно много. Главное ими уметь правильно пользоваться. И главный недостаток Gradle в этом случае заключается в том, что нельзя уж ограничить все на данный момент, по крайней мере. Вроде как кто-то вкидывал в команду Gradle, и были переписки на тему того, чтобы дать возможность как-то идентифицировать таски, чтобы был вот этот, был один enterprise mode плагин, который вам запрещает писать таски, запрещает писать код в Gradle. Только плагины, только плагины, которые дистрибьюцируются нормально, которые поддерживаются нормально. Ну и в общем, Итого, ZeroCrash — это хорошая практика. Копировать какие-то воркраунды из Stack Overflow — это нормально. То есть пока вы пишете красивые биллскрипты, копаете плагины, ваши конкуренты выходят на рынок, соответственно, и скупают золото. Императивный подход легко трансформируется в декларативный, особенно с учетом того, как просто писать плагины на Gradle. Там тоже, конечно, можно везде себя выстрелить в ногу, но это уже больше к вашему умению писать на Groove. Но тем не менее, плагины можно писать и на Java, да и даже на Kotlin уже можно писать плюс-минус. Поэтому это уже не должно быть проблемой. Написали императивно, скопировали в плагин эту логику, распространили плагин на всех. Плагинов стало много, объединили в один, распространили на всех. Как бы жить очень вполне себе можно. Что такое? А вот. И init Gradle отличная фича, то есть вы в Gradle можете повлиять на процесс сборки, на процесс, на различные артефакты внутри самого Gradle прямо во время исполнения. Это приятно и добавляет различную гибкость к сервисным командам, которые поддерживают инфраструктуру сборки, деплои и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такой из Gradle, конечно, жить можно в Enterprise, но нужно быть осторожным и, в общем-то, следовать каким-то best practices, что ли, которых на самом деле тоже очень большое, великое множество. Поэтому если у вас нет специалистов, которые владеют этим инструментом, то, конечно, Maven гораздо проще, если у вас нет каких-то сильных аргументов в сторону того, чтобы использовать какую-то фичу, которая позволит вам гибко решать свои проблемы. Да-да, я понял. Но им же нужно будет потом как-то продавать другим, чтобы в следующий раз мы увидели здесь больше людей, которые пользуются Gradle в продакшене. Окей. Ну, мы уже выяснили, да, не нужно. Zergia — это нормально. Поэтому вот ссылочки на различные инструменты, которые здесь были. И на этом, в принципе, у меня все. Так, у нас осталось время на вопросы, или как? Там сегодня Рене из Gradle есть, можно ему этот вопрос задать? Вопрос такой. Ты вот топишь в основном за то, что не надо быть Zerg'ом, нужно быть Protos'ом, да? Почему ты тогда не топишь за Nexus? У Protos'ов вроде как основная база — это Nexus. Хороший вопрос. Я подумаю над ним, но нет, я не топлю за то, чтобы не быть Zerg'ом. Если ты стартап, у тебя один проект, тебе на всех насрать. Ты копируешь как бы и просто работаешь. Это не твоя цель. Но если ты большая компания, у которой много команд, и, соответственно, команд разного уровня, то тогда Zerg'ом уже быть опасно. Он все слышит, да. Еще вопросы? Нет, это как бы преимущество современного интернета. Мы гуглим картинку, пишем Lego, и вот картинка у вас уже в презентации. Сразу презентации по грейдлу делает. Чего же там. Ну ладно, тогда мы можем, в принципе, перемещаться либо в зону вопросов, либо просто ловите меня и задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok